Реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории края посвятили отдельное совещание. За один стол усили чиновники и потенциальные региональные операторы, чтобы не просто поговорить, а перейти к конкретным действиям, которые позволят избавиться от мусорной проблемы. Губернатор отметил, что новая система должна работать в интересах жителей края. Мусорная реформа не может свестись только к повышению тарифов на вылаз ТКО. Люди должны увидеть реальные изменения. Соразмерность того, что мы сделаем и сколько жителей края будут платить, должна быть в приоритете соразмерность. Они должны платить за то, что видят, что что-то с точки зрения сбора мусора поменялось, улучшилось. А когда рекоператор по старому пришел и сказал, что он кратно поднимает нам в пять раз цену, за что? За то, что я водить буду отсюда, а вот туда, и это мне будет дорого. Да зачем он тогда нужен, этот рекоператор, если уж по-честному? И как людям объяснить, что ничего не поменялось, но он должен платить в пять раз больше? Соразмерность – это раз. И цена, и качество – это два. Платить – значит, за что? Вот это они должны видеть. Пожалуй, проблемы мусора так комплексно в стране еще не занимались. На то, чтобы разгрести огромные завалы, которые копились десятилетиями, конечно, нужно время. Как и на то, чтобы поменять культуру обращения с отходами. В край ситуации пока далека от идеальной. В некоторых дворах и парках оборудованы специальные разноцветные баки для разных видов отходов. Но не все готовы складывать пластик, металл, стекло и бумагу в разные урны. В Финляндии 15 лет шла к этой культуре. В Швеции 30 лет шла к этой культуре. Это не значит, что мы должны сейчас взять и ничего не делать. Мы будем делать, а культуру будем параллельно формировать. Ну, у молодежи. А начинать именно с детского сада. Либо со школы. Тогда добьемся результата. Я думаю, будет период, когда дети из детского сада будут объяснять папе с мамой или дедушке с бабушкой, как нужно обращаться с мусором. А пока вопрос номер один о совещании. Как сделать так, чтобы мусор пропал со дворов и улиц края? К концу августа в регионе должна быть скорректирована территориальная схема обращения с отходами. После чего ее предстоит согласовать с ведомствами, экологами, а главное, с жителями Кубани. Край разобьют на три зоны, в каждой из которых будет работать один региональный оператор. По новому закону компания должна будет собирать, вывозить и утилизировать мусор. Что будут делать с отходами в регионе? Вопрос пока открытый. Краевые власти стремятся к тому, чтобы не захоранивать мусор. Поэтому подробно изучают опыт европейских стран. Сегодня на совещании руководители различных компаний, в том числе иностранных, предлагали как и перерабатывать отходы, так и сжигать. Во всех субъектах, где мы работаем, однозначно мы ставим перерабатывающее производство, в которое входят у нас автоматические сортировки. Биокомпостирование на захоронение идет порядка 30%, не более. Они сейчас по экономике самые выгодные, но одни из самых передовых. То, что сегодня поднимается под переработку, вот эти системы биокомпостирования, все, которые сегодня предлагаются, они довольно простые. Они позволяют, чтобы тариф не так сильно рос, но они не решают проблему вот до такой степени. Они не полностью нейтрализируют эти отходы. Мусоросжигательный завод, я считаю, хотя бы один или два, они в крае нужны. В ходе совещания губернатор не раз говорил о том, что цель мусорной реформы – ликвидация несанкционированных свалок и переход на переработку отходов. Но ни о каких сверхприбылях для региональных операторов не может быть и речи. Если вы видите, что в мусоре только бизнес, без социальной ответственности, то, поверьте, нам с вами не по пути. А если вы с нами разделяете подход, что мусор, безусловно, бизнес, но плюс очень серьезная и большая социальная ответственность перед населением, перед жителями, тогда нам с вами точно по пути. И договоримся. Какие региональные операторы будут работать на территории края, станет известно к концу года. Пока же компании детально разрабатывают свои предложения, которые помогут в решении мусорного вопроса. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Спасибо.